Вот, смотрите, красноголовик. Вот такой крепыш. Красавец. Сегодня, кстати, у нас 19 сентября. Идет какой-то, то ли, непонятно, снег с дождем, то ли такой крупный дождь. Еще вот один рядышком. Смотрите. Такой интересный. Вот это экземплярчик. Сейчас мы его разрежем, посмотрим. На улице плюс 3 градуса. Смотрите, идеально хорошие. Возьмем. А тут еще вот один у меня уже есть ведерки. Еще грибочек. Это абабочек. Ой, даже два, смотрите. За одним пошла, два нашла. И вот рядышком один. Вот такие, оп, шляпка. Куда улетела шляпка? Сейчас мы ее поищем. И сейчас вам покажу красноголовик. Шляпка. Вот она, я ее нашла. Пойдемте к красноголовику. Смотрите, его вообще не видно. Вот он. Вот он. Вот такой. Хорошенький. Кстати, вчера смотрела программу именно про грибы. Там сказали, что то, что выдираем грибочки, это правильно делаем. Потому что грибница очень далеко под землей. Грибница очень большая. И когда их не кручешь, или выдираешь, то грибницу мы никак не попортим. А если их срезать, то очень много остается ножки, и грибница гниет. Поэтому выкручивайте или выдирайте. Еще один красный, рядышком. Буквально с метра прошла. Ой. Сегодня всего 3 градуса. А вот, смотрите, под ногой прямо. Не наклонилась бы, не увидела, вот такой малыш рядом стоит. Итак, еще один. Ой, хорошенький. Сейчас я вам расскажу историю про голубую поганку. Так вот, голубая поганка, это я вчера в передаче все услышала и посмотрела, как она выглядит. Эта голубая поганка ничем не отличается от сыроежки. Только цвет такой бело-голубой. Такой нежный-нежный-нежный цвет голубой. Вот. И ее кто-то, ну, не знает, особенно, как выглядят сыроежки, можно очень спутать. Она очень ядовита. От одного маленького вот такого грибочка от этой поганочки может умереть, в общем, отравиться аж трое взрослых человек. И сказали, что если даже ее, ну, вот так вот срежешь, положишь в корзинку от незнания, да, то лучше выкнуть вообще все грибы, которые есть у вас в корзинке или ведре. Когда несете споры же от поганки, у нас разлетаются от любых грибов, его еще может заразить, отравить даже другие грибы. Поэтому вот надо быть внимательным обязательно. Вот я, например, да, на своем опыте уж, ну, я, конечно, не все знаю грибы, единицы, вот, но если мне гриб попадется такой, который я не знаю, я просто прохожу мимо, я даже не беру. Ну что, сегодня опять у нас место под березовиков, семейство. Давайте будем сразу, вот, раз, два, три, четыре, четыре, ой, вот, пять, шесть, семь, вот, восемь, вот, видите, восемь, девять, десять, одиннадцать, одиннадцать, пока одиннадцать. Ну вот, начинаем срезать. Будем их срезать. Вот они, крячутся. Раз. Чтоб не забыть, что где-то кого-то пропустило. Два. Вот он, маленький. Вот такой, маленький. Три. Три. три, три. Вот здесь еще увидела в крови. Вон, даже не видно. Посмотрите, отрывки раздвинули. Четыре. Четыре. А, прошла еще вот один. Пять. Пять. Так, дальше. Пять. Вот шестой. Малявочка. Малявочка, хорошенький вот такой. Шесть. Семь. Восемь. 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 Девять. Ой. Десять. Десять. Так. Так, вот, одиннадцатый и двенадцатый. Так-то, конечно, здесь бы надо еще травку поразгребать руками. Может быть, еще бы нашла что-то. Вот, в общем, одиннадцать. Так, двенадцать грибочков на одном месте. Вон, спрятался еще один. Это у нас будет, получается, тринадцатый. Вот, смотрите как, прямо под деревом. Сейчас попробую его оттуда достать. Так, отделать перчатку, потому что руках скользят. Ой-ой-ой. Прямо туда, как прирос. Так, ножиком попробую. Так. Ладно, уж сколько съезу здесь. Видите, как, да? бывают грибочки. Ну-ка. Нет, ведь даже не срезала его. Вот это да, прирос. В общем, придется, так уж, выдернула. Вот он. Весь его помяло. Сейчас в лесу повстречали двух женщин. И одну из них мы видели вчера. Здесь же. Мы сегодня хотели ехать в сторону Сликамска, но не поехали. Вот. Поехали на вчерашнее место. Не стали рисковать судьбой. Думаю, вдруг поедем, ничего не будет, потому что мы перед тем, как ехать сюда сегодня, съездили за Пыскар. Вы знаете, двумя переездами в одно место заехали, в другое. Там вообще первый раз были за Пыскаром. Ничего нету, даже ни одного гриба. Хотели ехать в сторону Сликамска, но не поехали. Решили же сюда зайти. И вот эта женщина тоже, которая нам вчера постречалась. Ну, я говорю, ой, мы вас вчера видели. Она говорит, а мы вас каждый день смотрим. Друзья, снег идет. Смотрите, что, не знаю, как вам показать. Может, на темное. Видно, не видно. Такой, но снежок. Значит, через месяц уже полностью покроют землю. И очень приятно, да, что люди нас смотрят. Мы не то, чтобы хвастаемся, грибами, нет, мы показываем, что они есть. Есть. что надо просто собраться и выехать в лес. Но в одном лесу нету. Надо переехать в другой лес. Потому что мы же тоже всегда ездим не на одни же, те же места. Бывает так, что нынче вот есть, да, через два, там, две недели приедешь, но нет в этом месте грибов. Так что вот, переездами где-нибудь, да, они растут. Сегодня по приезду будем готовить пиццу. Так как вчера мы готовили еще и пиццу с грибами, которые вчера собрали. Кто следит за моей лентой, видели. Сегодня снимем рецепт. Пицца была очень вкусная, вообще потрясающая. Решили еще сегодня приготовить. Так что, ждите видео с пиццей. Я никогда не морожу, ну, замораживаю грибы, именно свежие. Всегда отвариваю, именно уже подсолено в воде. Они и по размеру, да, меньше у вас занимает место и зимой красота. Уже отваривать не надо, они уже готовые. Так же икру делаю. Отварила, прокрутила и по мешочкам, и в морозилку. Зимой красота. Достал кулечек на сковородочку с луком, с чесночком, с помидорками. Во-первых, это очень быстро и вкусно. И меньше места занимают вот такие замороженные грибы в морозилке. Вот такой лес, посмотрите, какой красивый. Поначалу-то грибы прям попадались, 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 а сейчас вот затишье. Пойдем немножко в другую сторону. Конечно, я место не буду выдавать, где мы сегодня собираем. И я надеюсь, те люди, которые нас смотрят и которых сегодня мы увидели, тоже не выдадут. Но если так, то это надо в сторону Селикамска ехать. Красота в лесу, осень. Смотри, какая рябина вся желтая стоит. Просто нравится даже вот гулять свежим воздухом, дышать. Это местечко нам тоже понравилось, будем сюда заезжать. Ну, видите, вчера было много, сегодня, конечно, меньше грибов, да и погода, вон, какая у нас плюс три. Вот день бы два тепленькие бы постояли, глядишь бы, еще бы слой вышел. А так мы очень любим ездить в сторону Романова. Там уж в любом случае можно набрать и белые. Там смешанный лес попадаются прямо в одном месте и белые, и красноголовики, и обабки. Там все попадается. Сегодня мы долго собирать не будем. Ну, сколько наберем сейчас, столько наберем. Так как хотим вот пиццу приготовить, еще до родителей съездить, угостить. А это же все время занимает. Поэтому сейчас направляемся уже к машине. Пол ведра есть. Сколько на обратном пути наберу, столько и наберу. Когда вышло видео, что мы, как многодетная семья, получили землю, были такие комментарии, что даже люди, которые нас много лет смотрят, ну, написали такие комментарии, мы даже не знали, Марина, что у вас трое детей, что вы многодетная мама. Да, трое детей. Старшие дети живут в городе Пермь, там уже и работают, живут. Сыну 25 лет. Ну, ничего, он женится, поедем на свадьбу. Вот. Средние дочки 21. Ну, а самая младшенька, которая живет вместе с нами, 13 лет. Дети все самостоятельные, даже младшенька самостоятельно. С детства приучали к самостоятельности. Вот. Так что, знайте, что у нас трое деток. Так, мы с вами живем в городе Березники, Пермский край. Дети родились все здесь уже, сама я с Кировской области. Кто с нами смотрит наше видео, уже видели, что туда ездила на родину, в Кировскую область. Ой, по возможности встретилась со всей роднёй, ну, не со всей, но практически со всей. Муж у меня с Красноярского края. Всё, хотим рассказать нашу историю, знакомство с ним. История очень интересная. Ну, просто не знаю, будет интересно. Нет, кому интересно, напишите в комментариях. Тогда, может, мы вам и расскажем. Специально подошла к дереву, чтобы потемнее было видно, что идёт снег. Видно вам? Раз, всё, уже уменьшается. Так что, вот сегодня то он идёт, то он не идёт. временами по две, по три минутки. Вот такой здесь осенник. Вчера здесь сразу нашли много красноголойков, но сегодня не одного. Видимо, вчера мы собрали все, что здесь были. Ну, а свежие ещё не выросли. Кто знает, сколько растёт гриб? Сутки, двое. Вот бы знать, да? Сейчас надо ждать потепления. Сейчас можно недельку спокойно не ездить в лес. Если потепления не будет, то грибы, может, и не вылезут. Хотя, кто знает, грибница далеко под землёй. Я не думаю, что земля у нас так быстро промёрзла. или ехать в наше любимое место в Романово. Сегодня у меня выходной, завтра в ночь. Обычно мы едем рано утром, всегда там часов 6-7. Вчера поздно приехали, сегодня тоже. Пока выспались, пока позавтракали. Поздно приехали в лес. Всем спасибо, кто был сегодня со мной на Тихой Охоте. Увидимся в следующих видео.